Всем привет, с вами Мексик Литвенат, с этим продолжаем снимать похождения на аддон Возвращение в морской легенда на игру Корсары 2 В общем, в прошлой части, точнее я не показал после того, как я прошлую часть закончил Я сходил к дипломату и помирился со всеми, кроме Испании Ну там это, слишком много испанцев просят за помирение В общем, видите, я сейчас со всеми в нейтрале, кроме Испании Так, сколько у меня денег-то? Денег на 27 тысяч осталось Так, камера так далеко, потому что у меня фраб включается на F10 А тут как раз какая-то функция стоит Ну ладно, сейчас мы это, в общем, отправляемся на Форт Оранж, который находится на Ямайке, если кто не помнит И это такова... Будем выполнять задания на пиратов Сразу же, они, в принципе, не сложные То есть можно начинать прямо в начале игры Так, замочек нигде нет Мне придется как-то на берег попадать, да? Ну ладно, давайте начнем Сириус заплывать Вот, как вы можете... Эти сидят и копят Кстати, сидят, наверное, достаточно реалистично То есть проработали на Текст Орбит Ну, увы, не то Просто я сейчас вообще играю в Ассасин Крит новый И после него уже как-то корсары даже не так воспринимаются. Так, сейчас главное не упасть. И камера станет нормально. Вот как они эти ролики делают. Ну где сдалека так снимают главных героев. Они жмут F10. Ладно. Наш краблик, обычный люгер. С которым мы начинали игру в Корсарах 2. Так, нам надо на Ямайку. Голландцами я помирился. Так, Ямайка где-то там. Так, сейчас в Штормы лучше не попадать. Вон Ямайка, да, все правильно. Ладно, плывем на Ямайку. Ну, многие колонии, они просто изменили свое название. И немного так поменяли как-то техническую составляющую. Не знаю, как сказать. Но в целом они остались похожие на колонии из Корсаров 2. То есть, например, Редмонд это Ямайка. Барбадос это... Швистачи! Блин, карательная экспедиция. Вы... Вы ебануны, что ли? Кто там? Барбадос это? Лобзбэйк. Не договорил я, но... Ага, очень смешно. Барб и... Доплыть до них нельзя. Доплыть работает только... Если вы либо слишком далеко, либо... на дружественных кораблях. Когда уже вы вступили в зону боя, и всё, доплыть не перестаёт работать. Так, я не знаю, он нас догонит? Нет? Наши эфигенские подлежки будут неизвестны. Но, в принципе, мы плыем достаточно быстро. И почти 11 углов, но 10 точных. Но у меня есть уразление, что... ...щебеха ухла идёт гораздо быстрее. Тяжелая щебеха в среднем силе? Нет. Мы отрываемся. Тогда давайте выведем ускорение. Ну, в следующих сфериях я уже, конечно, буду вырезать, как я буду плавать. Но, так как карта новая, пока что я не буду вырезать. Покажу вам, где что находится. Я думаю, мы уйдём от них. Наш корабль все-таки быстрее. Плюс у югера нашего. Он маленький. Догнать нас мало кому, да? Но всё же есть корабли, которые мы должны догнать. Просто надо аккуратненько быть. Но сейчас мы ушли. И это главное. Так, продолжаем плыть на Ямайку, да? Это Испаньола. Я развернулся, кстати. Где Ямайка-то, блин? Вон. Ну, в общем, продолжаем. Барбадос это Оксбэй. Ну, точь-в-точь локации похожи. Потом, чё ещё? Пуэрто-Рико это тот же Исламуэля. Но я думаю, вы помните эти колонии все. Единственное, что здесь стало меньше наций, по-моему. Испания, Англия, Франция, Голландия. Да, здесь, по-моему, нет Португалии. Её, как таковую, вырезали. Если вы не помните, в Корсарах 2 она была. Куда же без Португалии-то? Так. Давайте сейчас проверим. По-моему, да, вырезали их. Да, португальцев здесь нет, как таковы. Кстати, сейчас теперь у входа в каждую гаваль, около форта, стоят линейные корабли, 2-3 штуки. Ну, сейчас-то нам, в принципе, это ни о чём. А вот, когда нам форты, ну, дойдёт до того, что мы форты будем захватывать, это уже будет проблемой. Хотя и не сильно, но ладно. Скалистый берег. Я вот не помню, как дойти до форта Оранжа. Так, давайте-ка пока ещё на карту выйдем. Скалистый берег, ага, хорошо. Я всё понял. Выплываем на Скалистого берега, снова выходим на карту, чтобы день настал. Так вот, день. Перечаливаем. Говорят, я не могу тюбовать, но зато в драке я. Ага, это охотники за головами от Испании. Ну что, испытайте свою удачу. Разумеется, мы вдаваться им не будем. Он, кстати, один. Это хорошо. Один на один, это вообще ни о чём. Ладно, быстро мы идём дальше. Он попытался свою удачу. Переход не работает, к сожалению. Но быстрее там. Они, конечно, могут ускорение включить, но каждый раз им пользоваться. Это уже будет деморой с включением ускорения. Я стараюсь не привыкать к нему, постоянно им не используясь. Это уже в привычку войдёт, включать его везде и всегда. А с ускорением как-то уже управление над персонажем не такое чувствительное, скажем так. Так, ну вот мы пришли в Форт Оранж. Так, по-моему, в резиденции... Не, не в резиденции. По-моему, нам надо было в этот... Нам не нужны проблемы в городе, месье. Вы меня понимаете? Да, верно, да. Кстати, у нас команда полная, нет? 47. 47 полная. Так, ну давайте... Он тебе живо было. Здравствуйте. Какие новости? Так, извините, пожалуйста. Подсказать вам дорогу, Сэн. Да, я проснулся. Есть тут одно дело. Да, дело есть. Ага. Он нам ничего не говорит, значит, нам самим надо. Вот он, кстати, сидит. Значит, надо сразу с ним говорить, ни с кем другим. А что твоя рожа здесь делает? Ну я, ты кто, черт тебя зерей? Пойдёшь со мной к Юрксену сам или тебя сначала искалечить? Сена на сахар, ещё мы заслали. Вино там просто великолепно. Все квесты... Ну их тут немного за пиратскую линию. Их не все прописали, никак в ГПК. В общем, почти во всех квестах нам будут предлагать заплатить вдвое дороже, чем нам обещал Юрксен, ну глава пиратов. Но если мы согласимся, то глава пиратов подумает, что мы его кинули и квестовая линия прерывётся. Поэтому мы всегда отказываемся. И это, уводим его. Кстати, вот то, что мы сейчас не согласились на то, что он больше предлагает, это он нам сейчас предложит ещё больше, как бы набили себе цену. Но это будет последнее предложение, но и от него мы откажемся, потому что я не хочу прерывать пиратскую линию за денег. Так, сначала он на нас нападает, а потом уже, когда мы его победим, он нам предлагает тройную цену. Но мы говорим, что убили бы на месте, но живой стоит он дороже. Сейчас появятся наши парни, они отведут его на корабль в Кандалахе, а на нас нападут дружки этого чувака в бухте. Неужели вам совершенно абсолютно нечего делать, кроме как приставать ко мне? Этого чувака уводят. Теперь нам осталось добраться до своего корабля. Так, таинственной истории нет в этой квесте. Никаких квестов побочных у нас нет. Ну, из побочных квестов игры Корсара 2 тут осталось два квеста. Ну, по-моему, два, не помню точно. Не, не два, больше, но интересных остался один. Странные вещи творятся на архипелаге. Это единственный квест из Корсара 2, перенесённый сюда. Здесь он доработаннее, то есть диалоги более подробные, над ними поработали там. Но сам по себе он сделан в этой, в этом аддоне получше. Встретишь Форда в аду. Конечно, ты его в аду встретишь. Так, хилимся. Пистолеты вещь опасная. Ну вот мы их перемочили всех. Забираем. Брахлишка с них. О, подзорка новая, нормальная. Получше нашей по крайней мере. А то мы с самой фиговы ходим, вот. Вот эту берём. Всё. В принципе, ради этого сюда мы и плыли. Так что, давайте сохранимся. Так, главное не нахосячься и сохраниться на своё сохранение. Это мой сейф, на котором я как раз прохожу. Странные вещи в Кореаке в лагерах. А ты что, забросила почти все игры. Вот, ассасин, да пройду уже. Теперь нам надо вернуться обратно на Невис. По идее, это бы уже можно вырезать. Путь вы знаете. Да и тут карта-то не сложная. В принципе, нажмите тап и найдёте все... Все локации нужные, которые вам нужны. Ну ладно, не буду вырезать, так что быть. Доплывём. Пуэрто-Рико, столица Испании. Ну, не Испания, в смысле, в игре столица Испании. Так-то столица это Мадрид. Насколько мне память подсказывает. В игре главной колонной Испании является Сан-Хуан. Так, ну мы идём сразу в резиденцию. Быстрый переход теперь работает. Правда, я не помню... А, да, в порт тоже можно перемещаться. Это хорошо. О, ещё одно подзорчик. Мы прям меня ждали. Бешеного быка мне подкинь! Нет у меня в трюме и пока живой. Пиастро на бочку, Юркса. Джек, ведь приходи вечерком, я угощу форту его собственной печёнкой. А деньги вот. Да, и дельцы ещё есть для тебя. Что за дельцы? Опять крыс ловить. Англичане пару недель потопили шхуну и захватили одного важного чувака, важного для этого Юрксона. И он нас просит его спасти. Наша репутация, правда, упала до честного капитана, но это не беда. Поднимем потом, если надо будет. Идём. Так, а зачем я в таверну? Пришёл? Обычный я... Наверное, нам нужен магазин. Что мы в этой серии так будем ещё делать? Бриджетаун на Барбадосе. Кстати, лучше не тянуть сразу, отплывать. Чем я могу вам помочь? А, точно, надо этот квест взять. Тут есть не до конца прописанный квест Аскольда. Ну, или он полностью прописанный, но я пока не нашёл его продолжение в своей игре. Так, вот этих штук 10 продадим. Этих штуки 3 продадим. Ага, 2 противоядия не будем. Пригодятся утром, продаём. Весит много, лечит не сильно. Писацки всякие. Тут у нас, кстати, тоже продаём. В принципе, что-то я рано начал, пока мы ещё не сильно много собрали всякого брахла. Ну, ладно, раз уж начал. Так, вот эти головёшки я всегда продаю, ибо 10 килограмм... Это уж перебор. Ну, как-то так. Сколько у нас всё вес? 30 килограмм, минус 280. Чем я могу вам помочь? 1 килограмм, там, в фунтах. Так. У меня есть вопрос. Если встретишь где-нибудь порошок египетской мумии, то будь добр, привези его мне. У меня есть серьёзный клиент на это дело. Хорошо. Ну, вот мы взяли этот квест, кстати. Интересно, синяя птица есть. Чёртовы поставщики, вечно норовят на дуть. Ну вот, я так и знал. Теперь мы, наверное, закупим провизии. Порох-то у нас есть, а провизия-то у нас уже к концу подходит. Ну, пока вот так. Хватит, я думаю. Оружия вообще мало ещё. Давайте купим чуть-чуть. Лекарств хватает. Доски и всё дела. Это в доставке. Ром. Ну, рома я много пока не покупаю. 10 бочонков хватит вполне. Трюм. Нам нужен трюм. Посмотрим, что у нас есть. Ничего такого. Ну, тогда идём, точнее, плывём. Ну, в принципе, идём тоже, верно? Потому что моряки говорят, ходят по морю или идём по морю, а не плывём. Потому что плавает, как говорится, одна субстанция. Так что будем ходить по морю. Так что будем ходить по морю. Вот, наверное, эту серию и следующую я не буду вырезать. Как я плаваю между островами. Может быть, даже только в этой серии не буду вырезать. А уже потом буду вырезать. Потому что это тратит действительно много времени. Дес-Мойнос. Город Воренш. Дес-Мойнос. Это не город... Этих... Швистачек! Который был в этом. Затерянный город квест в ГПК был. Помните? Так. Два корабля. Голиот и Щебек. Я уже сразу по текстуркам вижу. Если вы спросите, как я определил. Да, быстрый Голиот. И легкая Щебека. Три и два. Ну, три узла и два узла. У нас пять слов. Но мы от них определенно отрываемся. Врубаем ускорение на максимум. Здесь это ИГ-10 во время боя. В принципе, уплываем от них. Все будет хорошо, что у нас корабли быстрые. Я всегда предпочитал маневренности, скорость всяких. Мощным и медленным суда. Поэтому для себя я оптимально видел всегда фрегат. Или даже легкий фрегат. В принципе, тяжелый фрегат тоже можно. Но не всегда. Я останавливаюсь либо на фрегате, либо в идеале на легком фрегате. Они достаточно быстрые, но при этом мощные и крепкие. Так. В какую колонию нам надо? Кстати, оплата за месяц всего 350. Это хорошо. Ну, у нас просто сложность маленькая. Поэтому они так мало просят. Ну, вот куда нам надо? Барбадос-то он... Конечно, Барбадос, но... Эй, ты нах. Бриджетаун на Барбадосе. Значит, нам нужно Бриджетаун. Кингстаун. А, Бриджетаун. Кстати, здесь я заметил несостыковку. Кингстаун — это название всего острова, где находится порт-рояль и Форт Чарльз. Но тут получается, что порт Кингстаун находится отдельно. То есть, это как бы отдельный город. То есть, по идее, это порт-рояль должен быть. Это другое название. Это не отдельная колония. Я точно знаю, что это остров, где находится порт-рояль. Сам-то город, может, и порт-рояль назывался. Я, конечно, не знаю, как у них там в то время дела обстояли. Но весь остров не всегда Ямайкой называли. Ну да, не всегда Ямайкой. Часто называли Кингстауну. Но, в принципе, одно и то же. Бриджетаун. А тут, получается, что-то отдельная колония. Причём она находится на Бриджетауне. Точнее, на Барбадосе. А на Барбадосе, как вы знаете, была только одна колония. Это Бриджетаун. Кстати, если кто не в курсе, эти колонии... Ну, большинство колоний не все, конечно. Некоторые всё-таки здесь в Корсарах выдуманы. Но большинство, они действительно существовали. И, наверное, по сей день существуют. Просто, может, название поменяли. Так, ну... Нам, наверное, надо сразу в тюрьму. Нет, ну, давайте сходим в таверну. Кстати, есть риск, что мы не успеем. Поэтому я и говорю, что нам сразу сюда плыть. Здравствуйте. Иначе его поверить. Какие новости? Так, нас посылают в тюрьму. Ну, что, в принципе, таки логично. Мужик. Вы по какому делу? У меня к вам дело. Просто мимо. Вы по какому делу? Нет, меня это не устраивает. Нам сказали идти в тюрьму. Ну, а тюремщик тут чё-то ничего не говорит. Вы по какому делу? Рональд... Рональд Блэк... Блэк Лок. Офигеть. Просто мимо прохожу. Ладно, пропусти меня. Когда с вами разговаривает офицер. Вполне разумная цена за билет. В общем, тысячу отдаём. Но, по-моему, нам не надо проходить в тюрьму. Я, правда, не уверен. Давайте посмотрим, кто здесь сидящих есть. Но тут тюляга, походу, пустая. А, нет. А, да, пустая. Или вот там всё-таки кто-то есть. Не, никого не вижу. Моя любимая тема играет. Из Корсаров 2. Тюнели раньше игры делать. Вот, конечно, я вот говорю, ассасин крутой, крутой. Это, конечно, правда. Но очень многое я замечаю, что многое, я не знаю, может, конечно, не нагло взято. Но очень многое схожестей с всякими геймплейными и сюжетными фишками из ГПК и Корсаров 2. То есть многое. Я узнаю именно в Корсарах. Так. В тюрьме нам ничего не говорят. Нечего здесь стоять. Что-то я не понимаю. Вроде бытоверщик нас отправил к тюремщику. Ну что? Что вам может быть от меня нужно? Сэр, за каждую кружку, которую вы разобьёте, я чему-нибудь садись. А, вот. Выпись с нами. Чего надо, дружище? Эй, кактирщик. Принеси щедро, вот так. Садись. Выпись с нами. Да, нам надо было не к тюрьму идти, а поговорить с чуваком в тюрьме. Всё правильно. Так, у нас сейчас продаёт, ну это, предлагается выбор. Захватить тюремный корабль, когда он покинет форт, либо захватить его в джунглях. Я его в джунглях в своём прохождении и захватывал. Просто я не рискую брать вариант с морем, потому что я не уверен. Точнее, я не уверен. Я не знаю, какой корабль будет. Например, если там фрегат будет, всё. Считайте, я запорол всю жетку, потому что пока я найду себе нормальный корабль, кто-то уже доплывёт к тюрьмстану, его повесит. Причём несколько раз. Так, вот там выход, вот куда я сейчас смотрю, это выход в этот каньон, в маяку. Ну, если по оригинальному отцу в Оксбе сидите, это разлазит, я не знаю как. А вот нам нужен именно вот этот выход, который видят в джунглях. Ну и бежим, догоняем конвой. И старайтесь запомнить маршрут. Тут, по-моему, парочку локаций надо будет пройти. Сюда нам не надо, нам надо будет туда. Насколько я помню. Так, сейчас, по-моему, там он и будет. Перебить охрану надо будет и забрать этого чувака. Да, вот. Ну, давайте сразу сохранимся. Даже на новый сейф. Замедляем сразу время до 0.5. Я думаю, нам будет этого достаточно. Просто открытое пространство, а их четверо. Вам здорово повезло, что вы ещё живы. Так, а почему время? Так, пока те бегут, нам надо хотя бы одного убить. Но в идеале, конечно, лучше двоих. Ну, ещё им давшу сложно. Давайте отскочим, чтобы нам потом трупы проще было обыскивать. Так, пистолету пальнём. Нам надо навык пистолету прокачивать. Ну и захилимся. Тривёт тендерия. Так, на ней веселый нас ждёт Юрксен, бегомый корабль. Но нам офицера пока добавляется. У тебя ничего нет. У тебя рот. Вино есть, кстати. Халявный 800 пиастров. Вино дорого стоит. Это не сейчас. Как можно дешёвое найти, где-нибудь рублей за стоится, не меньше. А вот тогда вино действительно стоило дорого. Потому что он везде был настоящий. А сейчас кругом подделки. Так, нам надо вон туда, прямо. Не вот туда. Ну, сейчас, наверное, доплывём до Юрксеная часть, закончим. А то я уже что-то заговариваю. Это я, как я сказал, проснулся я недавно. Ещё даже не ел. Кстати, погода вот сейчас... Если кто не в курсе, у меня сейчас 9 декабря. Фу-то, декабря, января. А у меня на улице сейчас по градуснику плюс 5. Вы представляете себе? В середине января плюс 5. Нет, ну, конечно, бывало тёплые моменты и в прошлых зимах. Но, чтобы такого, чтобы плюс был в январе. Например, прошлые 2-3 года подумать о том, что будет плюсовая температура в январе или феврале, я вообще даже не мог. А сейчас уже вторую неделю держится плюсовая. А сейчас даже до плюс 5 поднялось. Это как-то, знаете... Ну, не то чтобы пугающе, но... Говорит о том, что какие-то перемены наша планета Земля точно испытывает. Особенно если учесть, что в Америке сейчас зимы, чуть ли не под минус 60. Представляете себе вообще эту цифру, минус 60? Я уже помню, что такое минус 30, потому что... Ну, как-то это... Помёрз я нехило так на этой температуре. Руки я тогда знатно обморозил. Это было минус 30. А вы представляете себе, минус 60? Самая холодная температура, которую, я помню, у нас в городе были. Суровые зимы, так скажем. Это, ну, не больше минус 35. И тогда была она такая жопа, что... СВИСТАТЬ! Нам уже школу не то что раз в неделю отменяли. Нам её отменяли почти понедельник. Ну, конечно, каждый день по-новому говорили, что отменяют. Но в целом я сидел дома, то есть не учились мы почти чуть ли не понедельник, не по две недели подряд. А там ещё потом после этого сразу карантин водили. В общем, лафа была. Так, что за корабль-то, что-то? Голиот, нет? Быстрелюбер, бургос. Ну, в общем, я к тому, что эта зима явно не такая холодная, конечно. Среди коней, ты, я имею в виду, есть капитан. Конечно, но знаете, когда плюс 5 в середине января в морозы не верится. За эту зиму самые сильные морозы, это было два дня, там около минус 20 было. Но это было два дня всего. Потом опять плюсовые резко вдарили. Так, он, походу, тоже к нипелями стреляет. Но нам надо его догонять. Сейчас пигня. Так, можно, конечно, сейчас картечью долбануть, успеть, но хрен бы снимать. Ну, не так, что новая команда. Кошки, губ... Эных не брать! Блин, после... Вот геймплей, конечно, уже отстаёт. Ну, как по мне, после Assassin's Creed, тому намного удобнее проработаний. Нормального геймплея в Корсарах никогда не хватало. Это, конечно, минус. Сюжет, атмосфера, звук, а вот график и геймплей, ну, то есть техническая составляющая, этого Корсарам никогда не хватало. Вот, если в Корсарах 2 для 2003 года там ещё более-менее всё на уровне было, то ГПК, конечно, уже сильно отстали. Согласитесь, в 2007 году можно было проработание игру сделать. Но претензии не ко мне, какие ли? И ладно бы уже все забили, уже привыкли к таким ГПК, которые они сейчас есть на данный момент, ну, других не предвидится. Но они взяли и бросили разработку Корсарах 4, точнее, заморозили. Вот та же фигня, что со Сталкером 2. Прекрасно знают, что российская публика ждёт этих игр. Ну, не только российская, но страны. Такие страны, как Казахстан, Белоруссия, Украина, Россия, разумеется. Все эти игры в этих странах будут очень популярны. Если в Европе, конечно, они не так популярны, ну, по крайней мере, Корсара. То Сталкер, конечно, вещи и в Америке всем известные. Но их взяли и бросили. Так, это наш офицер. Кстати, хорошо, что его не убили. Чего мальтийский рыцарь был этим главным? Так, давайте посмотрим эти. Ну, я имел в виду не сам мальтийский рыцарь, а текстурка мальтийца из Корсаров 2. Ну, ладно. Так, команды у него больше. Но и минимальной команды ему тоже больше надо. Но это не страшно. Сколько у нас команды? 44? Ну, пофигу. Пушек также. Ну, паруса не везде одинаковые. Здесь это не имеет значения. Это в ГПК там есть значение у парусов. Корпус прочней. И на данный момент, и вообще в целом, даже после полного ремонта. Но он вовсю лучше нашего. К тому же он тоже быстрый люгер. То есть мы берем его себе. Он получше нашего будет. Так, а трюм? 375. Но трюм у нашего побольше. Но там буквально на 20-30 единиц он побольше. То есть не критично. Можно забрать себе. Так, берем самое дорогое поначалу. Это бомба пороха. Я не знаю, дорогой он или... А, ну он мало места занимает. Так, все забрали мы. Ну, в принципе, можно и все забрать. Что-то я не посмотрел. Я боялся, что не все влезет. Но влезло все. Товара забрали. Посанажей назначить не можем. У нас нет первого помощника здесь. Чтобы назначить капитаном, нужен именно офицер, первый помощник. Ну, как в косарах «История пирата», если кто играл, поймет. Ну, ладно, топим. Теперь у нас получше корабль. Правда, мы его починить. Ну, мы и починим. Обязательно. Когда доплывем. Осталось, кстати, чуть-чуть. Английская эскадра напала на колонию Сантьяго. Ну, колонии можно помогать также, защищать, либо, наоборот, в нападении помогать. Защищать не рекомендую, потому что там мало предлагают. В самом лучшем случае вы 18 тысяч пиастров получите за защиту. Это в лучшем случае при хорошей репутации и авторитете. А если нападать, то плюшек больше. Куча опыта, ресурсы, потом с трупов вы поснимаете. Ну, в общем, нападать я вам более рекомендую. Чтобы, может быть, от меня нужно защищать колонию. Так, выпей Рому. Томас уже все рассказал, все дела. Обсудим еще одно дело. Слушай, Франция и Испания хотят вскоренить пиратство. Ага, как же. И нам надо сорвать их планы, убив их, этого посла. И за это нам дают 10 тысяч. Дадут. Нам, кстати, предложат больше, но... Если мы согласимся на большую сумму, то... Запорим. Квест, кстати, это последний квест у пиратов. Дальше их не прописывали. Там прям так и будет написано. Мол, извините, дальше мы не прописали квеста. Все дела. Ну, ладно. Все-таки аддон самостоятельный, поэтому... Предъявляйте. Вы разобьете, а что-нибудь в голову придется заплатить. Подмочили репутацию, да? Ничего, я могу это исправить. Это надо. Так, за 20 тысяч мы с ними померимся. Все. А, ну все, мы со всеми померились. Кстати, здесь не надо ждать. Здесь сразу же меримся, как только деньги дипломату отдаем. Так, монах, это квест. Выбей Рома, Мария. Он тебе живо голову прочистит. Сначала наберем команду. У нас 6 человек не хватает. 50. Выбей Рома, Мария. Он тебе живо голову прочистит. Замонах за тем столиком. Попробуем бы что-нибудь у него узнать. Побольше болтай, побольше работает рук. Охрана всегда на чешу. В общем, он нам предлагает 30 тысяч за поиски одной вещи. И что теперь? Ну, вкратце он нас просит найти книгу. И для людей постарше... Младшее поколение вряд ли поймет. А вот старшее... Так, сейчас. В общем, книжка называется «Некрономика». Вам что-то подсказали? Ну, узнали фильм? Я думаю, некоторые все-таки вспомнили фильм, где была эта самая книжка. Эта самая «Некрономика». Так, верт, напоследок сходим. Сначала давайте в магазин. Я вижу, вы деловой человек. Так, личные товары мне пока не нужны. Проходите, у меня широчайший ассортимент всевозможных товаров. Ядер почти все продадим. Вот так вот оставим соточку. Картечи вот так продадим. Так. Вот так. Ух, сколько у нас порохов. Зачем нам столько взорвут нахрен? Брандер, блин. Так, надо было остановиться. Ну вот, 602 продадим. 120 оставим. Провиант не трогаем. Наоборот, даже еще купим 50. Нет, даже, наверное, давайте все скупим, потому что... Деньги деньгами, а... Провианты как-то... Нехорошо. Матросы будут умирать. Оружие до соточки. Еще чуть-чуть купим лекарств. Так, давайте купим немножечко парусинки. Ага, у нас на ремонт она потратилась немного. Ну, давайте еще десяток досок купим. Какие у нас еще товары есть? Завтра есть немножко. Вина немного есть. Вино они не пьют. Это пираты, которые признают только ром. Не, 90 это много. 50 хватит, 50. Ну и вроде бы все. Больше у нас ничего нету. Давайте проверим. Может, просто у нас контрабандные товары есть, которые на этом монстре не купят. Но это вроде пиратское логово. Здесь все должны покупать. О, кулеврины стоят. У меня-то пушки были. Кулеврины это получше все-таки будет. Бургос. 40 из 50. Максимум 40. Давайте-ка еще разок в таверну сходим, прежде чем часть заканчивать. Кстати, как у нас навыки? Уровень не скоро, личный не скоро. А вот грабельный, я думаю, мы в следующей серии получим. Если не хочешь вылететь отсюда, запомни, в моей таверне драки запрещены. Здесь 50 из 50. 50. А, 40. Это минимальное. Это показывается. Сколько у нас их, что-то я тупануло. Ладно, извините. Ну, давайте починимся. Так, я хотел бы... Оружие. Оружие меня не хочу, починиться я хочу. У него только рюкер. Обычный уже. У него, кстати, побольше команды и корпус попрочнее. С трюмом. Но он обычный, небыстрый. То есть он медленнее нашего и менее маневренный. Отдаем деньги за починку. Ну и как у нас кораблик? Все по слоточке. Это хорошо. Ну и, в принципе, все. Давайте еще цвет брусов поменяем. Мы можем сделать с вашим кораблем все, что захотите. Нанесем метку берегового братства, наверное. Все. Мы отправляемся в порт. На этом, я думаю, стоит закончить мою серию. Думаю, вам все понравилось. Ну и я пока не верю на это, надеюсь, так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте все видео. Это все стимулирует снимать как можно чаще. Также вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к этому видео. Там вы можете узнать последние новости. Просто пообщаться, либо задать свои вопросы мне. Ну и, как всегда по традиции, чаще сохраняйтесь. Это все сэкономит вам время и нервы. И, по возможности, сохраняйтесь на два сейва и проверяйте их на работу способности. Это все сбережет вам нервы и время. Поверьте, проверено. Ну и все. Я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо, что смотрели. До скорого. Увидимся. И не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok